сейчас буду осматривать яйцо таких появился такие неприятный запах с инкубатора инкубируем мы перепелов породы альбиносты хаски самый крупный из мясо яичных пород на хозяйстве есть две линии и проведена работа с племенной птицей трошки сделала я маркировку мне цена до данных для контрольных яйцо подписано да у нас я к инкубируется значит в цем контейнере мы не обнаружили ничего як можно поделиться можно визуально определить или есть трещины и ки выдают таким неприятный так тухлый запах не можно просто пронюхать вот так носом пройтись 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 пронюхать сейчас проверим 2 контейнер даже визуально видно трещина яйца тут у нас шоу подписано крупно крупно птиця замакиваем пальцы потому что вытянуть яйцо трудно так легонько так легонько соседствующий это рабочим есть трещинка цепи реподине яйца здесь возможно чуть-чуть шкаролубка тоньше и при автоперевороте целого лотка туда-сюда тоже может происходить вот такие вот повреждения шкурочки оболочки на перепеленном яйце пустоту можно забыть их салфеткой бумагой а можно поставить кусочек пенопласта это ребята не смешно но так и делаю пронюхал начи ничего не чути так тухлый вот этот запах не чути потому что очима можешь не побачить так как яйцо мая свою пигментацию вот ну можно же поднять контейнер и подавиться если уже таки сопли потекли то есть яйцо лопнуло знаешь там может выйдет даже на нижнем контейнере можно побачить какие-то какие-то пятношки значит на верхнюю уже капала уже капала по куриных яйцах тоже может быть таки тоже может быть если яйцо транспортировалась если вы его покупали через почту или вам привозили при транспортировке тоже может быть трещинки яких потом не побачите или может быть тоже если тоненькая шкурочка при перевороте цей контейнер він тяжелый если груз и да на одну сторону или на вторую сторону лишь королубка не выдерживает и трескается лишь королубка боже будьте тонко из-за того шоу курочка вот не дают три кальций фосфат или можно ма не дают дополнительно в корм ракушку или речковый песок птицы если закрыта в вольерах них шкурка на яйцах более тоньше или может даже индивидуально так курица выдавать таки яйцо вот в ней такая можно сказать сложилась и с организмом что яйцо по каким-то причинам оно и да вот бывает не такой формы бывает с якимись проблемами бывает даже дуже долго курица выдает яйцо просто в мешочке без шкаролубки надо обращать на це внимание а если вы работаете на инкубийцу да и так в пищевеш вон он просто не піде вот слідкуйте такую курочку и зарежьте и будет у вас хороший бульончик по куриному яйцу у мене все тут хорошо тут у нас инкубируется мини мясні палеви белохвости и бресы брес гальце французская курица за кури с вкусным мясом я выращиваю курей с вкусным мясом оперение тоже куры интереснее красивее может ознакомиться на моих двух youtube каналах ну вот и нашлась наша находка вот такая находка ну теперь ребята я скажу вам несколько причин почему це може будь значит первое самое первое може будь если вы покупали яйцо извне то есть вам присылали почтой при транспортировке можуть будь трещины для этого надо проверить как я вам и говорила опустить воду с пиркисю может быть причина тоненькая шкурочка десь яйцо мое тоненькую шкурочку и при перевороте а тут в контейнере до двоих десятков яиц вот десь воно и прижалось еще может быть причина такая если вы это обнаружили не еды не одни не два а дуже их много и они у вас начинают очень стрелять вздуваться это может быть старое яйцо то есть сбор старый сбор всегда покупать ребята покупая яйцо всегда можете спросить у заводчика за сколько дней он может вам собрать например там 100 яиц 100 яиц или 200 или 300 вы заказываете но вы до цих сроков добавляйте еще два а даже и три дня транспортировки потому что до вас будет доставка два три дня но большинство это один два дня сейчас нова почта очень хорошо работает если в отдаленном районе там поселок то может что-то еще три дня но и добавляйте еще пол дня так как яйцо яке вы полупчете оно должно трошечки улежаться если это даже зима воно после той температуры яка была вот на двори да оно должно что дома хотя бы улежаться обигриться хотя бы четыре шесть часов добавляйте еще тих пол дня и вы будете загружать это яйцо не сразу вот с улицы получили вы его со склада это я говорю о холодную пору уроку и сразу в инкубаторе так не робить всегда его обигрывайте ну вот считайте так само как вы купляете холодильник дорогостоящий и телевизор дорогостоящий всегда есть в инструкции что двое суток должен холодильник постоять или сразу не включайте так же самое и с яйцом если вам заводчик говорит что он вам соберет там за неделю то добавив еще там три дня два-три дня может быть уже яйцо больше как старым вот считайте чтобы вам заводчик собрал за три дня четыре плюс доставка два дня третий день и вы можете инкубировать вот если я говорю если есть много таких вздутих яиц вот есть причин дуже много не может быть что одна якась причина и если у вас инкубатор с ручным переворотом вы можете переворачивать яйцо тоже может быть раз перевернули два то есть шесть четыре шесть раз в сутки переворачиваете и десь могли его прижать тоже может быть потом через неделю через дни в десять вы побачите что яйцо выдая свой таки неприятный запах тоже может быть трещина тут инкубировалась яйцо крупное вот таки крупное яйцо тоже я поставила тку маркировочку перепылят дам доставать уже нам будет понятно для кого лотка и коптится посадим в отдельно брудер так как я и повторюсь на хозяйстве есть две линии линия в германии и линия як с российской федерации плюс есть яйцо якея инкубирую вот максимально крупная то есть чтобы она была с одним желтком может дать и про шляплю может здесь будет яйцо и с двумя желтками но это уже будет считаться как неопло это яйцо вообще пузата интересно там вылупится перепели нятко или там есть два желтка так ну а это яйцо воно не выдержало и треснуло кормами птицу своим кормом самодельным сбалансированным есть добавки такие як премикс аминокислоты и с марта месяцем мы даем добавку гуминовые кислоты в корм нашим перепелам можете написать ребята в комментарии было ли у вас так и обращали вы на це внимание то есть вы чула такие посторонний запах не обращаю внимание то есть даже не вытягивая там яйца не прослитковый это чем может потом сказать ребята бывает даже так в куриных яйцах перепелиных я такого не наблюдала а а вот в куриных вот начебто инкубатор включенный все работает тишина 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 и потом чуешь таких хлопок что то там в инкубаторе выстрельнуло открываешь а там взорвалось куриное яйцо запах ужасный инкубатор грязного не колись таки было с пенопластовыми инкубаторами пришлось все вимивать даже дезинфицировать потому что такие инкубаторы как у меня у меня нест его раз мы внутри как холодильник да а вот а если пенопластовый так надо сразу яйцо извлекать и хорошо мыть дезинфицировать потому что в таком яйце уже валом микроорганизмов вот таких негативных и всегда если вы десь что чуть-чуть почули якийсь такий слегка потянул запах потому что инкубатор открываешь если у вас ручный переворот вы переворачиваете если у меня автопереворот я тільки доливаю воду я чую слегка такий посторонний запах ребята надо всегда обнаружить у такого потайного потайного нехорошего яйца потому что эти газы которые выдаются от болтуна можно сказать да вот они отравляют газы то есть отравляют все все яйца домики мы валять не будем то есть по новому цю мозаику выставлять я не буду я также же саму заложаю пустые место пенопласта ребята пишите комментарии може шось я не договорила не дорассказала в следующем видео можу вам рассказать или у вас некий случалось ситуации як вести его выходили положение у нас можно сказать до десятых суток инкубации и вот такие вот такие подарок я обнаружила це яйцо вот таки находите вот посерединке воно треснуло а ци два яичка воно цели но склеилось будем як казать так все и выбрасывать то есть вот это соседствующее яйцо даже оно склеилось вот этим вот жижей их не надо отмывать не надо оставлять дальше инкубировать но можете поэкспериментировать попробовать и написать мне в комментарии а так мы це все хорошо пакетик замотаем вот и на выброс в мусор все яйцо перепроверили провитрили сейчас включим переворот потому что я на уровне поставленными чтоб удобнее будут достать контейнера сзади тумблер включаю и до переворот все ничего не вывалилось в пазы стало ваще при таком перевороте если десь шкурочка тоньше оба десь воно може и приезжать шкаролупку тоже може бути таки повреждения причин кажу шо може будь дуже багато и желательно ребята це обнаруживать всего вам добру удачной инкубации а будуть вопросы пишите я от сниму и ответю всего вам доброго